Центр венгерского языка и культуры открылся в Нижнем Новгороде на базе Лингвистического университета имени Добролюбова. Это стало важным шагом на пути создания более прочных культурно-образовательных связей между Нижегородской областью и республикой. Теперь любой желающий, даже не из числа студентов, может открыть для себя такую страну, как Венгрия. Двери центра всегда будут открыты для друзей и партнеров, кто хочет прикоснуться к этому, кто хочет внести свой личный вклад в развитие сотрудничества и дружеских связей между Нижегородской областью и Венгрией. Поэтому ждем всех, кто хочет заглянуть немножечко в венгерскую культуру и, самое главное, изучить один из самых труднейших языков Европы. Как посол Венгрии, я считаю, очень важной задачей это деловые отношения, это экономические связи. Наши руководители хотят видеть хорошие цифры, экспорт, инвестиции, передача технологий. Но мы считаем очень важным отношение в области культуры и образовательные отношения. Деловое сотрудничество венгерской делегации обсудил уже в Кремле с вице-губернатором Евгением Люлиным. Бизнес-сообщество европейского государства интересует промышленный и научный потенциал нашего региона. Венгерские компании в том числе готовы инвестировать в такие отрасли, как сельское хозяйство, строительство и фармацевтика. По всем направлениям будем развивать отношения. Договорились и сейчас немедленно приступаем к реализации соглашения о сотрудничестве, которое будет официально заключено. И я думаю, что будет наполнено конкретными вопросами, конкретными направлениями нашего совместного взаимодействия. В ближайшее время взаимовыгодные контакты войдут в основу двустороннего соглашения о сотрудничестве. Сергей Щеплягин, Время новостей.